Всем здравствуйте! Мы сегодня поговорим о косметике, о моих покупках и новинках, о чем я давно еще обещала вам рассказать. Давайте начнем с парфюма, потом перейдем к уходовой и к декоративной немножко косметики. Итак, про парфюм. Моя новинка, которую я вам обещала показать, здесь все отсвечивает, это Рожа 51. Рожа это, насколько я помню, английская парфюмерия, дом английский. Это однозначно мой парфюм, это моя линейка. Я пробовала другие парфюмы, тестила этого дома, самого этого Рожа. Это просто потрясающе, это прям про меня история. Поэтому я заинтересована их в новых покупках этого производителя, назовем так, да. Ну, коробку я, конечно, уже не пользуюсь, я ее храню, когда, возможно, на лето я его уберу. У меня есть полегче ароматы, типа Лилаво или там что еще, 501, например, да. В общем, я буду хранить в темноте, чтобы свет не попадал, не было химических реакций. Ну, коробочку хотела вам показать. Приятная такая коробочка, такой золотой гробик. Здесь у меня 100 миллилитров. Это просто потрясающе. Очень тяжелый такой парфюм. Здесь автограф автора. Вообще, у них очень такие дорого-богато, что были упаковки. Обычно какие-то кристаллики здесь указаны, прилепленные. Видите, вот тоже кристалл. Но это еще такая демократичная и не пафосная упаковка, в отличие от других. Просто потрясающий аромат. Сразу скажу первое. Сейчас я зачитаю, что там в составе у него и что я чувствую. Это совсем разные вещи. Не то, что описано у этого парфюма. Это то, что обожает на мне мой супруг. Все вокруг знакомые. Меня всегда спрашивают, что это на вас такое приятное. Это не одинаковый, не как у всех, не повторяющийся парфюм. Это ваша индивидуальность. Плюс его, он с вашим личным ароматом вашего тела всегда, скажем так, пересекается. Вот, например, моя подружка, если им попользуется, от нее один аромат исходит. Я на себя это совершенно по-другому чувствую. То есть он сливается с индивидуальным ароматом человека кожи. То есть он подстраивается. И от этого становится вот таким, не таким, как у всех. Последнее время Бакараруш 501 я чувствую на всех. Я четко знаю, вот оно. Кстати, кто писал, у меня они пахнут. Кто говорил, года два назад, да, я покупала. У меня пахнет бинтами больницы. Я тоже стала ощущать бинты больницу. Цветы ушли. Но у меня это не отталкивающий аромат. На лето легкий. Это мой аромат весны. Вот сейчас весна скоро начнется. Я обязательно его опять достану. Буду им пользоваться. Этот уберу. Потому что у меня здесь ассоциация с зимой. Но это легкий зимний ванильный аромат. Сейчас по составу, что вообще здесь заявлено. Белые цветы, древесные, сладкие, ванильные, желтые цветы. Пудровый, амбровый, фруктовый аромат. Также здесь есть немножко кожи. Честно скажу, что здесь из всего этого перечисленного я только четко ощущаю ваниль. А теперь по поводу состава. Иланг-иланг, малина, гордения, цветок апельсина, тубероза, ландыш, лилия, майская роза и жасмина. И в голове всего бергамот. Чуть-чуть у нас базовые ноты идут. Это ваниль. Вот она очень чувствуется. Кашемир немножко. Сандал, да, чувствуется. Фиалка, корица, анис. Ну вообще вот это все уже у меня мимо. Я этого ничего не ощущаю. И верхняя нота это бергамот. Тоже не ощущаю. У меня это в основном, вот сейчас скажу вам. Это ваниль. С цветком апельсина, туберозой и ландышем. Это потрясающе. Это очень приятный. И для меня это очень легкий аромат. Настолько, что я просто реально обливаюсь. Я его не ощущаю на себе. Я его могу ощутить только, например, вот если я одеваю водолазку. Я попшикалась, попользовалась. И через день, например, у меня как-то в руки попадает одежда. Я на одежде могу ощущать. На себе фактически вообще не чувствуется. Потрясающе. Но при этом он не душит окружающих, потому что он цветочный, легкий. Один из моих любимых. Это просто очень... Если мы берем просто сравнение человеческое. Дорого, богато, не такое. Как у всех, все замучают вопросами, что он у вас такой. Если вам это нравится. У них есть ароматы, конечно, посерьезнее, потяжелее. Я буду к ним обращаться в следующий раз. У меня еще там есть на примете один парфюм. Красный такой, Enigma вроде бы называется. С красными кристаллами. Я его думаю приобрести. Потому что для меня это ощущение Coca-Cola запаха. Вот здесь Coca-Cola ощущает мой ребенок. Говорит, мама, у тебя Coca-Cola пахнет. Но там прям вот... Что это за нота про Coca-Cola? Я еще не разбиралась. Но вот что-то в этом есть. Могу отметить, что если вы хотите приобрести в Турции, он продается на сайте Bayman. Там все есть в доступе. Иногда 51-го нет. Они там разные. Есть эликсиры, духи или там спрей. Неважно. Разные формы, да. Но они между собой, кстати, по аромату тоже отличаются. Как разные парфюмы. То есть написано 51. Разные флакончики. Там аромат немножко будет отличаться. Или даже может быть вообще не похожим. Но для меня это рожье, парфюм, это то, что я вообще не ощущаю. Стопроцентное попадание. Прям мое. Пока поговорим об уходе. Недавно приобретала на скидках январских после Нового года Body Butter от Body Shop. Spice Orange. Это ваниль, корица и... Orange. Это что у нас? Апельсин. Собачка ходит. Апельсин, корица и ваниль. Для меня здесь первая однозначно корица. Апельсин, корица и ваниль я бы это назвала. Ну ничего, неплохой. Только, видите, уже очень много использовала. Здесь у нас объем большой. 200 мл. Как крем для рук использую. Но, конечно, это не L'Occitane. Для меня любимый первое место это миндальный крем для рук от L'Occitane. Именно по качеству кожи. Потом по увлажнению. Бархат, тистость кожи просто потрясающая. Здесь это все попроще. Тоже неплохо, тоже хорошо питает, увлажняет. Но гораздо раза в два быстрее уходит с рук. Аромат остается. Думаю, приобрести неплохое как бы средство, но не суперидеальное. Но из-за его доступности, бодишоп у меня просто прямо дома магазин. Я думаю купить в другом аромате тоже бодибаттер. Какой им сейчас весна, лето будет, в общем, пригодиться. Неплохое средство. Я его использую больше как боди-лоушен. Но боди-лоушен крем с жидкой консистенцией для тела в бодишопе и в L'Occitane я не покупаю. Мне не нравится. Оно вообще все очень жидкое и вообще непитательное. То есть вот когда-то раньше, типа лет 7 назад, бодибаттер, я вот когда покупала, даже консистенция была. Это было суфле. Сейчас это просто жирненький крем. А раньше это было легкое, взбитое, жирнющее суфле. Как сейчас вот, например, эффект такой же дает вот L'Occitane для рук. Изменилось время. Теперь это стало просто кремик никакой, не супер жирное что-то, да, масло. А боди-лоушен, так вообще просто вода водой мне вообще не дает никакого увлажнения и питания кожи. Начала сейчас крем для зоны вокруг глаз. Это у меня миниатюрка, но хочу посоветовать. Это альгинист. На самом деле не какой-то не балм, а крем. От масла там вообще никаких ощущений, эффектов нет. Пахнет обычный кремовый такой замес стандартный, как Клейд Саммервилл и прочие-прочие косметические кремы. Вот такая взбитая консистенция, как будто бы суфле. Очень приятное, хорошее. Знаете, чем оно мне понравилось, почему хочу порекомендовать. А не надо посмотреть в Сифоре в турецкой, есть ли альгинист. С моих старых запасов. В общем, миниатюрка. Здесь у меня грамм, это сколько? 5 миллилитров. Потому что у меня глаза аллергичные. Я им наношу. И если это масло, я очень люблю зону глаз, крема или масло наносить специальное. Так вот, ума, кстати, масло у меня до сих пор есть. Надо бы попользоваться. Вот у масла есть эффект. Оно лепит глаза, слепит. То есть у тебя либо пленка какая-то на глазах, грязное ощущение. Либо потом глаза начинаются чесаться у меня. Либо как-то растирать ощущение грязи на глазах. То есть масло попадает, эфир вот это все в глаза, на слизистую. Здесь маслянистый, приятный такой крем. При этом, как я вот нанесла под зону вокруг глаз, в глаза мне ничего не попадает, не лезет, никаких с этим проблем нет. Короче, я остаюсь очень довольна. Хороший, приличный крем. Советую. Если где в Турции знаете купить, скиньте ссылку или напишите. Просто я сама поищу. Надо все фору турецкую залезть. Еще достала миниатюрку, просто потому что валялась. Думаю, надо использовать. Тысячу лет в обед у меня Кудали. Виноградная серия. Это у меня тоник для лица. Clear Skin Parfing Toner. То есть, после умывания средством для снятия макияжа, молочком, например, я еще протираю лицо вот этим тоником. Какое говнище. Пожалуйста, не покупайте. Я вам вообще не советую. Вот эта линейка виноградная, она для проблемной молодой склонной к жирности кожи. Но мне это вообще уже... Я понимаю, что у меня кожа поменялась, но простите. Здесь на третьем месте, где натурат алкоголь, короче, находится. И он очень сильно пахнет алкоголем. Несмотря на то, что здесь приятная, не супер выливающийся дозатор есть. Аромат, просто ощущение... Знаете, есть Clorans Tonic для лица. Я его очень сильно люблю. Он очень похож по аромату на Clorans. Но здесь алкоголь. В Clorans алкоголя нет. Он настолько сильный. Я вообще алкоголь для лица много лет не использую, чтобы не сушить кожу и там вот этим всем не заниматься. Вообще-то ничего полезного там нет. И поэтому, когда я только нанесла на ватный диск и протер лицо, без аромата, просто по ощущению вот этому скрипучему на коже, испарение алкоголя, я поднесла, о, там алкоголь есть. Я даже не читала состав. Я даже не подумала, что там может быть алкоголь. Я думала, уже давным-давно никакого алкоголя в тониках никто не использует. Это вообще прошлый век. Блин, да нет, пожалуйста. В общем, не советую. Я допользуюсь. Больше использую не для лица, там для зоны шеи, декольте и так далее. Но вообще никогда не куплю. И вообще будьте осторожны. Здесь алкоголь вообще не рекомендую. Даже молодой или проблемной кожи не надо так кожу свою травмировать. И два бюджетных средства. Люкс Визаж. У меня вот такое скульптурировающее средство. Написано пудра-скульптор. Вот такая открутка здесь у нас есть. По оттенку. Это нечто светлое. Пудра. Я вообще сразу... Видите, вот она темная. Холодный, приятный оттенок. Вот такая пудра. Я сразу вот так смешиваю. Никак по отдельности не наношу. Потому что пудра сама по себе темноватая. Желтоватая такая не очень. И качественная, честно говоря, не очень. И вот это средство, оно желтит на самом деле. Не такое холодное, как в свотче на пальце. Не такое холодное. Но на лице более желтое. Если мы берем варианты бюджетных скульпторов дешевых. Неплохое средство. Можно пользоваться. Я купила чисто из интереса. Вообще ни разу не бюджетная замена люкса какого-то. Но как если тебе не супер много денег, пользоваться можно. Есть аналог получше у меня тоже. Это Estrada. Это скульптор Mon Secret. Оттенок у меня... Оттенка не написана. Почему-то. Короче, самый темный, который... Вот у меня уже, видите, тут все как... Отвалилось. Прям при вас. Окей. Видите, у меня что-то дырка огромная. Я заканчиваю. Конечно, тоже второй раз покупать не буду. Здесь более холодный, темный, землистый такой оттенок. Вот я его сейчас нанесу. Делаю свотч. И вот в этом во втором. То есть, если мы берем бюджетные средства, то из этих двух... Ну, тут даже видно. Я, конечно же, вот этот Estrada белый выберу. Смотрите. Вот этот темный, эта Estrada. А этот желтый, прям на его фоне желтым выглядит вот этот люкс-лизаж. Вообще, честно скажу, не тот и не тот скульптор, как они заявлены, на самом деле супер не скульптурируют. Они делают некрасивую тень. Это не рекомендация к покупке. Из бюджета лучше вот это. Но в комплексе есть... Я бы лучше потратилась и приобрела средства, например, Кевина Комп. Идеальное, потрясающее. Есть такой момент. Я под преломлением лучей обращала внимание, что оба они абсолютно одинаковые. Вот такой помол пудры, что здесь они как полосой идут. Они плохо тушуются. И, естественно, в кожу прям красиво, чтобы естественно, незаметно, красиво. То есть, не для камеры как-то, а в жизни. Оно выглядит все полоской и пятном. Ты как не растушуешь, это какая-то грязь. Это очень сильно видно на коже инородно. Когда Кевина Комп очень пигментированный, то там вот такая консистенция, такая-то пудра. Так можно растушевать, что этот блик получается, затемнение такое красивое и естественное, что ты не поймешь, что там даже средства нанесено. Это будет выглядеть, как твоя реально скула, как твоя тень вот здесь на лице. То есть, потрясающе. Это вообще не про ту историю. Но если мы берем два бюджетных средства, то вот эстрада я посоветовала. Но поймите, это не совсем лучше. Может быть, из бюджета что-то... Ну, это уровень тоже, вы знаете, есть Inglot, например, да. Оттенок неплохой. Это не помню, какой у него номер, скульптор. Это то же самое. То есть, Inglot не покупайте, не тратьте деньги. Вот этот купите. Но по качеству это абсолютно один и тот же уровень средств. Это ни разу не вот это крутое Kevin O'Conn или даже Dolce & Gabbana Tana оттенок. Ну, знаете, наверное, куплю Dolce & Gabbana скоро и сравню с вот этими еще и посмотрю. Может быть, и Dolce & Gabbana не супер на самом деле. Ну, перфект, короче, идеально. Это, конечно, Kevin O'Conn. Что у вас новенького? Что вы покупали из этих средств? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что вам нравится, не нравится. Я понимаю, что здесь могут любители быть. Ведь если бы я не пользовалась, не пробовала что-то лучше, я бы сказала, что это неплохо, это классно из-за бюджета вообще за свою цену. Оно отрабатывает свою цену. Но это не вышка. Это не топ. И на этом можно не останавливаться. Может, что-то и лучше найти. Я знаю, что есть лучше. Как вам парфюмерия? Я просто тащусь от этого аромата. Если у вас парфюмы от Рожан, напишите, какие вам больше всего нравятся, на что обратить внимание. Особенно, если у нас с вами вкус совпадает. Спасибо вам большое за внимание. Жду ваших комментариев. В инфобоксе под видео моя почта. Если вам нужна психологическая консультация, напишите теме письма, консультация. Можете писать свою историю от Анонима. А можете подписаться на телеграм-канал новостей от Турции. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.